доброе утро зритель особенно если ты начинающий водитель дальнобойщик сегодня с тобой поговорим о том как же нам совладать с логистикой почему гиртека по асфальту ездит на цепях и почему многие южные водители такие нервные и почему так важно думать головой в нашей работе а для начала небольшой пример так это у нас инструкция по загрузке обратите внимание на то что подчеркнуто красным поставьте на паузу если что и это по выгрузке и также комментарии небольшие по месту загрузки обратите сколько всего обратите внимание сколько всего чтобы у вас не было сомнения прямо в онлайн режиме выходим и смотрим дату 26 02 давайте попробуем разобраться почему происходят вот такие странные ситуации что мы имеем у нас есть клиент которому надо отправить товар у нас есть получатель и у нас есть перевозчик который является третьим третьем в звене между клиентом и получателем спрашивают нет ли у меня свободных водителей и вот они начинают думать как же вместе быть так как зачастую клиент заказчиком даже никак не видится не общаются я уж не говорю про перевозчиков которые в глаза ну сами организаторы перевозок они в глаза не видят ни того ни другого чем им в этом треугольнике регулироваться какими нормами откуда брать информацию созваниваются значит перевозчик заказчиком и обсуждают эти детали так как заказчик в основном ничего не понимает в том какая вообще фура к нему приедет да и в принципе ему это особо не интересно перевозчик перестраховываясь составляет некий бланк они не переписываются каждый раз новыми там сообщениями романтическими письмами нет перевозчик заказчик и получатель общаются бланками то есть готовыми заготовками текста такие крупные логистики как термотранзит интеркарго мтг blue water обязательно столкнетесь рано или поздно с ними всеми что там еще смурил карго где чел и для быстроты обмена информации они просто перекидываются шаблонами и особо не вникают и вот примером мне вот прилетел такой шаблон и что сделает например водитель который запуган что с него там считывают каждую копейку что он экономит топлива и даже вебасту не включая на вы понимаете о ком я как вот ему быть его есть менеджер не логист не диспетчер у них есть менеджер получает вот такое сообщение на английском боже с трудом его переводит переводчик впадает в панику потому что там надо будет ходить цепи там столько всего написано я столько всего должен и вот он уже трясущимися руками одевает цепи причем за 100 километров вообще до места загрузки гремит туда на цепях по асфальту по чистому вот и я получил сообщение прочитал думаю ну февраль месяц мало ли чего можно ждать полез смотреть прогноз то нет плюс пять плюс шесть полез смотреть вегвесом нигде никаких ограничений нету звоню логисту спрашивал я говорю почему такое письмо я говорю что там нам происходит а город дхл груз я говорю зачем крепить ремнями вообще дхл легкие грузы никакой крепежки ремней там не предусмотрено это скорее всего даже будет запрещено я говорю груз легкий игрок и цепи вообще на улице плюс 8 что вы несете готов с тобой поспорить игру парень что это просто шаблон шаблон для болгара румынской гвардии и так оно и оказалось чистый асфальт логистика сказала одевать цепи здесь снег поэтому вот надо думать своей головой не смотреть сайт вегвесом абсолютно легкий груз на который мне запретили строго на стыдно вообще даже накидывать ремни сверху никаких даже холмов я там и близко не увидел каких-либо критических подъемов на которые ну даже даже 2 8 бы въехал даже зимой по снегу тем более с таким легким грузом а так как многие водители они вот работают по инструкции вот как написано я буду делать и это правильно с одной стороны то это правильно ведь как ты с этим поспорить он получил инструкцию он по ней все сделал неважно что там лето он отдел цепи неважно что там вообще в грузе он затянул ремнями неважно что там электро урокла прописано он загрузил все ручно и первую попавшийся который увидел ему в принципе все эти нюансы неважно абсолютно он все он он нервничает он на панике он надевает цепи он знает что если не дай бог он что-то где-то неправильно сделает 30 ударов плетью и он не получит свои низкие риса жестокая да но так оно и есть к сожалению в данном случае речь шла о грузе на терминал DHL или DHL если по-простому из маленького терминала в городе Амод в Норвегии ну и собственно по тем же самым причинам например я обгонял гиртеку на цепях на е-45 на вполне себе хорошей ровной дороге от Крисуанта до Виттанге выпал первый снег сейчас покажу видео к сожалению там саму гиртеку я снять не снимал потому что я все-таки двумя руками держал руль когда обходил их я видел как двухосная гиртека на цепях выходила из Эльверума и шла на Транкейм он прямо таки на этом большом тракстопе в Эльверуме тоже Норвегия Норвегия все о Норвегии говорю он одевал цепи я подошел и говорю ребята игру что такое куда вы едете что одеваете цепи вы куда по тройке на Транкейм да ну вот вы там на трех войсниках проедете я говорю так вы больше бед наделаете тем что будете ползти 40 километров в час ничего там страшного это же тройка нет у нас распоряжение что в случае плохих погодных условий мы одеваем цепь ну а я что я же ему не сват не брат не советчик вздохнул пошел заниматься своими делами ну и что уж говорить на этих рабских галерах реально ребята даже ночуют иногда на трак стопах прямо в комнатах отдыха да прямо расстилаются там и спят чтобы не тратить горючку на вебаст вот так это бывает ну вот ребята и по всему поэтому я еще раз напоминаю что очень важно иметь свою голову на плечах доверять своим глазам и тратить время на то чтобы провести превентивную работу если вам приходят такого рода письма и вы видите что светит солнышко на улице чудесная погода не поленитесь посмотрите прогноз вместе выгрузки или загрузки не поленитесь посмотреть сайт министерства страны которая обеспечивает уход за дорогами норвегия то ведь весом . но в швеции этот трафик вверх вверх . си по-моему правильно произнес в этом письме у меня было сейчас скажу у меня было прописано раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 10 инструкций для водителя сколько из них мне пришлось соблюсти не нарушая никаких норм правил и никого не обижаю давайте я вам скажу я грузился сам выгружался сам два я был как всегда polite and helpful 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 что helpful я сейчас все сам делал никак сам себе помощник окей я был очень вежлив со старшим склада очень вежливо пытался допроситься у него электро роклу но он сказал что связи с некоторыми событиями я так подозреваю что кто-то это или электро роклы грохнулся куда-то мы грузим вручную но я сказал хорошо и так у нас округлим три пункта крепить за забудьте про все это двойных палетов там не было вообще которые указаны в инструкции право на погрузчик не потребовались они приняты будут привозить палет за палетом что ты успевал грузить нет парничка взял все палеты просто и запихнул мне до половины прицепа я их просто по прицепу сортировал очень позитивный гость из африки так по поводу выгрузки надо было выйти кого-нибудь найти ну такая инструкция ребята ну ну а как как вы как вы будете выгружаться просто сидя в машине ну серьезно окей мы это сделали давайте прям по инструкции дословно мы это сделали помните дать нагрузку на ведущую ось потому что вы будет наверх холма весь груз весил две тонны он весь был впереди автоматически ты будешь грузить его вперед ну а как иначе окей соблюли 5 пунктов набралось у нас набралось половина ребята в итоге вся процедура заехать на территорию загрузиться и выходить территория заняла я смотрел по тахографу заняла 42 минуты все а представляете кто-нибудь бы начал одевать цепи кто-нибудь бы начал крепить сколько вы там истерик было беготни ремни надо же перебросить как-то надо сбоку их там достать закрепить времени куча уходит если бы кто-то начал препираться и сказал бы что я не буду грузить если вы не дадите электрическую уроку а правила внутри вот уже поменялись а в инструкции это еще нет да а вот еще одна инструкция не по инструкции я действовал здесь был указан номер которому надо было позвонить когда ты приезжаешь на выгрузку приехав на выгрузку там огромными буквами цифрами написано for unloading please call и номер разумеется другой я я включил послушного раба и позвонил по номеру указанному в инструкции как вы думаете дозвонился ли я нет этот номер более не обслуживается вот что я спокойненько набрал номер указанный на воротах и и все было в окей короче ребята думайте головой не поддавайтесь панике трезво оценивайте ситуацию свои силы набирайтесь опыта и не бойтесь логистов для менеджеров как вы называете или диспетчеров что еще вообще самая страшная подкаста логистического предприятия я объясню как-нибудь следующих роликов почему и все будет хорошо и нервы ваши будут целы удачки пока так по навигации есть нюанс когда вы ищете адрес 705 94 и улица пакет ваген ее нету по индексу и тогда просто без паники вбиваете сам город на значение и ищите улицу вот он пакет ваген у нас номер 10 и все супер не забудьте по высоту ширину и прочее кстати осей у нас 6 все погнали удачки вам а и а и 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